По литру переговоров во Дворце независимости сегодня дополнила встреча президента с почетным консулом Беларуси в Сербии Драгомиром Каричем. На встрече обсудили бизнес-проекты, углубление сотрудничества и международную повестку. Мы как были надежными друзьями, так и остаемся, подчеркнул глава государства. Сербия на Балканах – это своего рода точка опоры славянского мира. Поэтому Беларусь всегда готова поддерживать сербский народ. Напомним, Александр Лукашенко – единственный политик, который в 1999 году прилетел поддержать братский народ во время натовских бомбежек Югославии. Сейчас под огнем западных санкций Беларусь. Что касается работы с Сербией, передать президенту самые добрые мои пожелания. Мы как были надежными друзьями, так и будем. И для нашего брата Вучища, и для сербского народа – это наш народ. Должен вам сказать, что практически на каждой встрече с президентом Путиным мы часто говорим о Балканах. А на Балкане у нас кто? Да. Сербия. Да. Сербия – всегда та точка опоры для славянства была на Балканах. Сербия – она и сегодня есть. Знаете, что Беларусь всегда полна решимости, насколько это возможно, поддерживать Сербию и сербский народ. Мы чувствуем, и стороны Сербии, эту поддержку. Главное сейчас выстоять. Правильно. Чтобы нас на колени не поставили. Совершенно верно. Вы прошли тяжелый путь в то время. Мы это видели. Мы с тобой это видели. Да. Воочию, когда сыпались на голову бомбы, когда ломали, бомбили, трудно было представить. Белград бомбили. Вот. Поэтому, пройдя этот тяжелый путь, нам надо обязательно выстоять. Ну, мне кажется, выстоять. Да, я уверен. Я хочу вам передать, прежде всего, пожелания за мужество, за ваше здоровье, за то, что вы делаете, за свой народ. Это не только за ваш народ. Это за международное право делайте. Это делайте другие государства. На встрече политиков присутствовал и столичный градоначальник. Обсудили ряд практических вопросов, в основном, строительной сферы. Я искренне говорю, что в том числе и благодаря вашим устремлениям и вот такой напористости у нас добрые отношения. Потому что, я помню, и с бывшим президентом, и с нынешним мы встречались. Ты всегда подталкивал и меня, и своего президента. Хотя я же тоже не чужой для тебя президент. Нет, нет. Могу сказать мой. Да, да, да. Я согласен. Поэтому, действительно, всегда инициатива от тебя всегда исходила. И я очень рад, что вы приземлились в Беларуси, нашли свое место, работаете. В Беларуси вас очень хорошо знают. Мне кажется, что самая известная строительная компания – это ваша. Мы рады, что у нас есть такая компания, которая эффективно работает. Драгомир Карич на строительном рынке Беларуси уже давно, еще с перестроечного периода. Тогда его компания занималась возведением промышленных объектов в Бобруйске. Свою миссию как почетного консула и председателя парламентской группы «Дружба с Беларусью» он видит в том, чтобы по максимуму поддерживать развитие двусторонних отношений. Во время общения с журналистами бизнесмен, политик и парламентарий подчеркнул, что он всегда старается донести до своих сербских избирателей правду о Беларуси и высказал свое мнение о санкциях и условиях для работы бизнеса. Александр Григорьевич и ваше правительство создало такие условия за бизнес, такой климат, что здесь спокойно может работать любой. И здесь работают и западные компании, и многие. Конечно, сегодня не напрямую. Я знаю, они работают через разные страны, но работают. Потому что бизнес, как и вода, никогда не остановишь, она найдет свой путь. Понимаете? Так что нормально, работают нормально. Каждая санкция, они дают каждому государству возможность, чтобы этот запасный двигатель в главе активировался. И чтобы у вас появилось еще больше и больше и больше возможностей. И посмотреть, где вы то ошибались, как и что. И так, чтобы из ваших ресурсов выведите из этого положения. Отношения между нашими странами всегда складывались в хорошем и позитивном ключе. И в этот раз сербский политик и бизнесмен передал белорусскому лидеру словоподдержки от его коллеги президента Александра Вучича. И тонко используя художественный образ подчеркнул, что наша заснеженная страна во всех смыслах белая, красивая, настоящая Беларусь.